Рок-группа Волощука SD отправляется в очередной рок-путешествие, на этот раз на Мальдивы. Мальдивы это самое большое коралловое государство в мире, расположенное в Индийском океане. Мальдивы это лазурное небо, это бирюзовый океан, это вечное лето, это красочная флора, фауна, подводный мир и это райское наслаждение. Надеемся получить массу впечатлений для создания новых рок-н-роллов, блюзов и баллад. Путешествуйте вместе с рок-группой Волощука SD. Ну вот, лучшие люди из рок-группы Волощука SD пришли на обед, пополнять запасы энергии. Вот сзади меня этот ресторан, сейчас мы с вами посмотрим, как тут они, умеют они готовить первые блюда. Вторые и третьи. И самое главное, что с чем хорошо, ресторан прямо рядом с море. Покажите, Елена Ивановна, что прямо вот здесь все. Бассейн справа, вот тут вот море, здесь ресторан, там бар, который можно поесть круглые сутки, прямо на пляже. Но сейчас пойдем есть супчик, потому что русский человек, особенно рокер, он не может без супа, особенно без крем-супа. Здесь говорят, хороший крем-суп, пойдемте. Пойдем, доча, пойдем испугаем их русским аппетитом. Ну вот наш столик закреплен за нами, как в пионерлагере. Помните, там закреплялись столики за определенным отрядом, за определенной комнатой. Вот за нами закрепили вот этот столик. Прекрасный, кстати, столик. Здесь продувает хорошо. Ну и что еще сделано для того, чтобы здесь было прохладно? Мокрый песок, утоптанный, раз, вентиляторы везде повсеместно, два, открыты полностью по всему периметру двери стеклянные и посредине фонтан, который испаряет влагу. То есть британские колонизаторы научили местных жителей охлаждать помещение. Вы же спросите меня, а при чем тут Мальдивы и рок-музыка? Я уже вам много рассказал. Почему? Да потому что тут набираются сил знаменитые рок-музыканты из Москвы. Поэтому это уже первое самое главное. Но если вы обратили внимание, то здесь находятся хорошие саксофонисты. А хорошие саксофоны – это такая же составная часть приличной рок-музыки. Допустим, взять группу Супер Трэмп. У них там вместо соло-гитары саксофонист. Он же кларникист. Все сольные партии исполняет он на этих инструментах. И звучит во. Напомню вам, что 79-80-й год они первое место держали во всех хит-парадах мира. Со своим знаменитым концертом Париж. Вот там соло исполняется на саксофоне. Супер Трэмп. Помните? Breakfast in America. Dreamer. Вот такие вещи. Обалденные. Вот поэтому это Рома – настоящее рокерское место. И прежде чем брать еду, и прежде чем нанивать намордник, я вам пройдусь, покажу, чем тут кормят людей. Закусочки всякие. Пойдем. Вот это то, что рокерам запрещено есть. Но я буду есть все равно. Это десерты. Я все равно буду есть. Несмотря на то, что за мной сейчас-то смотрит моя супруга, Ирина Ивановна, она глаз не спускает. Десертики всякие. Сейчас будем брать. Сейчас развернемся. Сейчас развернемся. А вот интересный аппарат для хранения масла, который тут очень быстро тает. Берешь так вот, нажимаешь аккуратненько, и он там выпадает. Безму с собой. Ну вот сейчас закажу себе супчику. Крем-супу. Привет. Вот тут русский язык знают люди. Как дела? То есть, как дела, спрашивают. Хавайю. В переводе на русский язык Хавайю. То есть, продвинутые ребята знают, что русский язык скоро будет доминировать во всем мире. Молодец, правильно, держись. Учи наш язык. Ну и в продолжение подтверждения того, что это настоящее рокерское место. Он, видите, что сзади? Гитара. Хофтнер. В виде скрипочки. Помните, у Пола Маккарни бас-гитарка была на правую руку? Хофтнер. Вот это оно. А вы говорите, что это не рокерское место. Само настоящее. Ну что, супчика взял, теперь закусочки возьму. Ну а куда без закусок? Русскому человеку, который же без закусей же не пьет. То есть, вы знаете. А там воды мне налили холодную. Ну как без закуси? Вы чего? Сыр брать не буду. Сыр это на завтра хорошо. И на ужин, после ужина. На десерт. А вот рыбки какой-нибудь или салатика. Рыбки. Вот салатика возьму. Чуть-чуть. Коу-фу. Возьму себе немножко маслинок. Я люблю маслины. Это вместо соленых огурцов. О, помидорчиков возьму. Помидорчиков с луком. Это никогда не помешает. Чуть-чуть. Ну и какое-нибудь второе блюдо возьму себе. Один. Смотрите, соусы всякие. То есть, выбор достаточно богатый. Вот всякие чебуреки. Чебуреки. Шашлыки. Ну мне что-то, что-то такого не хочется. Собрать не буду. Пойдем. О, рыбка запеченная. Может взять кусочек. Идем на. Эй, кусочек. Чуть-чуть. О. Спасибо. Ну вот тут готовят пасту итальянскую. Видите? Ручной работы, между прочим. Чтобы вы были в курсе. Но я ее есть не буду. Я хочу взять себе мясо. И вот этого я хочу себе взять. Вот этого. Я так понял, что это свиные ребра. Я их очень люблю. Чуть-чуть возьму их. Хоть немножко. Здесь говядина, томатный супец, рыба в соусе карри. Рис с яйцом и овощами. Лазанья. Лазанья итальянская. Гляньте. Красота. Еще рис с овощами. Картошечка. Картошечка. Разные овощи. Салатики всякие. Тоже в соусе карри всякие. Ну, тоже что-то тут такое вот непонятное. Просто рис. А вот рис я себе возьму. Вот этим вот ребрышком. Чуть-чуть. Вот так вот. Краткий обзор такой небольшой. Патенте есть. Ну вот, еды рокер взял себе. Чуть-чуть. Поэтому начинаем обед. А с чего начать обед надо? Хороший. Конечно же, со стаканчика холодненькой водички местной. Смочить в горло. Ну, хорошая вода. Хорошая. Теперь супчика. Хочу попробовать супчика ихнего. Но с маслом. Вы же знаете, что самый лучший суп, это когда вот маслом вот так хлеб намажешь. И... Овощной суп. Все тут есть. И тыква, и огурец, и помидорчик. Очень вкусно. Очень пряморы. Ммм. Отличный суп. Рекомендую. Когда будете на острове Миру, в гостинице Миру, одноименном отеле, обязательно возьмите вот этот тыквенно-овощной суп. Обалденный. Ну, теперь надо попробовать второе. Вот эти вот ребрышки свиные хочу попробовать. Ммм. Грамотно сделано. Они протомлены. То есть долго их готовили. Мягкие. Тают во рту. В прекрасном таком кисло-сладком соусе. Очень вкусно. Очень вкусно. Реально очень вкусно. А говорили, что в исламском государстве. В меру сладкий. В меру сладкий. Офисные истории. А в ресторане рассказывают ресторанные истории. А тем более на курорте. Будет ресторанно-курортная история. Однажды мы приехали отдохнуть в Египет. К пирамидам поближе. Там в ресторане был шведский стол, как обычно, в любом отеле. И еды было всякой вроде бы много. И отдельно были нарезаны красные, красочные арбузы. Красота такая прям. Хотелось подойти, взять его и съесть. И мы действительно, когда поели, взяли, подошли и эти арбузы взяли. Начали есть, а они обсыпаны перцем. Невозможно есть, обжигает прям. Выяснилось, что египтяне, чтобы побольше заработать денег на туристах, то есть шведский стол был включен в стоимость путевки. А арбузы продавались отдельно. Поэтому они их нарезали, красочно выставляли. Дети подбегали, начинали есть и начинали плеваться. Но потом они все равно подходили к маме и папе. Я говорю, папа, хочу арбузик, он такой красивый. И пришлось идти и покупать им арбузы в другой стороне. Нарезанный, уже без перца. Такая вот есть история и реклама египетских отелей. После этого я больше туда не езжу. Уважаемый любитель рок-музыки, Волочок езда наелся, напился, арбузик съел, без перца который. Очень вкусно, прохладненький. В общем, можно есть тут. Можно отдыхать, плескаться в бассейне, плавать на море, Кататься на всяких качелях и вкусно есть. Вот такой вот обед тут был, рокерский. Из жизни русской профессуры, Из жизни докторов наук, Истории вам без цензуры, Расскажет рокер Волощук.